В Чебоксарах в церкви в честь иконы Божьей Матери вознесения погибших, что в юго-западном районе произошла кража, похищены золотые украшения, пожертвования прихожан. О предварительных версиях расследования смотрите в нашем репортаже. Работа церкви на гражданской 99 временно приостановлена. Съемочную группу и прихожан за ворота не пустили. Сегодня здесь работают полицейские. Неустановленные лица проникли в церковь иконы Божьей Матери вознесения погибших через запасной вход. В данное время проводится осмотр места происшествия. Создана следственная оперативная группа, проводятся следственные оперативные мероприятия. Для прихожан закрытые двери священного храма стало неожиданностью. Новость о краже многих верующих шокировала. Наказание, конечно, оно вряд ли их настигнет, потому что, ну, возможно, даже и не найдут этих людей. Но ведь есть же еще суд Божий, и каждый человек ответит не только за свое действие какое-то, но и даже за слово, за мысль, за все нам надо будет отвечать перед Богом. Ну, у меня нет слов. Нельзя так, нельзя. Это же святость. Все, что в храме, это свято. Злоумышленники похитили ценные предметы. Пропали пожертвования прихожан. Золотые изделия, которые находились возле икон. Материальный ущерб храму нанесен значительный, но специалисты не могут оценить кражу. Церковный аутвер, иконы, Евангелие, все это осталось на месте. Похищены только золотые изделия, оставленные прихожанами от двух икон. По объему похищенного мы сейчас определяемся. Достаточно сложный такой момент. Церковь, ну, понятно, по определенным причинам учет этих пожертвований, как таковых, не ведет. Это пожертвование людей. Церковь не была оборудована сигнализацией. Территорию храм охранял сторож, который несет там службу. Сам он подозрений не вызывает, отметили в полиции. Определенный алгоритм работы по преступлениям, связанным с кражами имущества, уже отработан в полном объеме. Стражи порядка берут на себя обязательство найти преступников. Что касается следов, здесь все не бесперспективно, скажу так, не раскрывая всех нюансов. Пригласил я туда дополнительно экспертов. Есть там определенные следы. Они сейчас обрабатывают помещение внутрицерковное помещение, обрабатывают территорию вокруг церкви. Безусловно, мы сейчас проанализируем все подобные факты, которые были совершены несколько лет назад. Посмотрим по раскрытым преступлениям, кто был привлечен. По республике посмотрим. Запросим информацию у наших коллег из соседних регионов, что это разовое явление для Чебоксар. Либо это может быть какая-то группа преступная прокатилась по субъектам. Данифа Тагерова, Ольга Алексеева, Андрей Спиридонов, Александр Петров, Республика.